Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Эдуард Прокопьев. Смотрите в этом выпуске. Экскурсия, выставка, обмен опытом с коллегами. Союз коммунальных предприятий Татарстана провел в Альметьевске выездное заседание Совета директоров. Раньше хлор вот кидали, да, и мы с вами пили, значит, болели. Поиграли, поговорили, посмеялись и научились. В школах города внедряется новая система обучения татарскому языку. В россияна Маша? Симаша Макюк. Что-нибудь необычное на память. Нефтеград принимает участие в конкурсе «Туристический сувенир Татарстана-2017». Семь часов кропотливого труда для начинающих. В Альметьевске состоялось выездное заседание Совета директоров регионального отраслевого объединения работодателей Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан. Оно прошло на базе двух предприятий жизнеобеспечения – Альметьевский водоканал и Альметьевские тепловые сети. Повышение качества обслуживания населения и инновации в производственной деятельности стали ключевыми вопросами повестки дня. О том, как прошла встреча и что интересного, увидели участники совещания. Расскажем далее. Внедрение современных технологий, модернизация производства и развитие кадрового потенциала. Именно эти важные вопросы были в центре внимания на выездном заседании Союза коммунальных предприятий. Без ответа на них предприятия жилищно-коммунального комплекса не могут развиваться и двигаться вперед. «Раньше хлор кидали, мы с вами пили, болели и так далее. Сегодня хлора нет. Сегодня заменители, совершенно экологический заменитель пришли к воде. Эту воду мы пьем. То есть эти технологии мы всегда пропагандируем. И сегодня отратно видеть в Альметьевске эти технологии внедрены». Своим опытом в ведении хозяйства с коллегами поделились коммунальные предприятия «Альметьевский водоканал» и «Альметьевские тепловые сети». На выставке, посвященной безопасным условиям труда, были представлены спецодежда, оборудование и различные средства защиты. Здесь же на макете можно было увидеть, как происходит водоснабжение и водоотведение в системе «Альметьевский водоканал», рассмотреть, как устроена станция водоподготовки. Всю технологию обеззараживания и распределения воды в различные точки города участники встречи смогли увидеть и вживую. Для них была организована экскурсия на четвертый водоподъем. «Здесь вот в тыльной части находятся у нас три подземных резервуара бетонных по 10 тысяч кубических метров. Мы принимаем воду в эти резервуары и далее обеззараживаем, подаем в разводящую сеть города. Суточная подача пока на сегодняшний день 33 тысячи кубических метров». Представители предприятия ЖКХ посетили установку по производству гипохлорита натрия. Этот объект был введен в эксплуатацию в мае 2010 года. Он был первым в республике. В отличие от жидкого хлора, гипохлорит натрия безопасен для здоровья. Для его производства используется соль, а также специально заготавливается мягкая вода. С установки обеззараженная вода поступает в распределительную камеру, а затем и в город. В административно-бытовом корпусе в операторной гостям показали, как с помощью метилоранжа измеряется содержание хлора в воде, а водораздаточная система – наблюдение за резервуарами. Экскурсия продолжилась на районной котельной номер 3 предприятия «Альметьевские тепловые сети». Ее мощность – 80 гигакалорий. Она обслуживает довольно большой микрорайон, который альметьевцы называют «первый поселок». У нас здесь полностью автоматизирован процесс розжига и работает в принципе классическая советская схема. Много у нас таких котельных в стране построено. Они были предназначены в двухтопленном режиме работать. Котельный руководитель предприятия показал, как работает система водоподготовки котельной номер 3. Система розжига рассказала об основных технологических процессах. На территории котельной расположена мини-ТЭЦ, мощностью чуть больше 5 гигакалорий. Она в эксплуатации уже два года. Снижать сейчас вот у нас станция, установленная мощностью 6 мегаватт, она у нас загружена на 88%. На пленарном заседании генеральный директор акционерного общества «Альметьевский водоканал» Раушан Хафизов более подробно рассказал о кадровой политике и о новых технологиях, внедренных и внедряемых в производство. В работе заседания также принял участие руководитель исполкома Альметьевска Ленар Валеев. Он рассказал гостям нефтяной столицы, как преобразился город в последние годы и что нового здесь появилось. Сообщениями выступили заместитель председателя правления Союза коммунальных предприятий Республики Татарстан Юрий Елисеев, председатель Межрегиональной ассоциации охраны труда Фанил Габдрахманов и другие. Во время подведения итогов участники встречи отметили большую работу, проделанную предприятием «Альметьевский водоканал». Зарина Нурулина, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ Татарский в новом формате. В школах города внедряют изучение национального языка по различным системам. В одном из первых классов школы номер 20 группа детей, для которых татарский язык не является родным, изучает его по учебно-методическому комплексу «Салям». Что это за система и в чем ее отличие от традиционной, узнал наш корреспондент. С такого приветствия начинаются уроки татарского языка у первоклашек. Все 45 минут учители и ученики разговаривают, выполняют задания, слушают аудиозаписи, поют песни и все на татарском языке. Такую систему предусматривает комплекс «Салям». В этом возрасте ребенок усваивает язык не через грамматическую структуру, а через созданную языковую среду. Речевые клише, лексика многократно слышится, запоминается, а затем воспроизводится в коммуникации. По этой системе ребята первого класса учатся еще только месяц, но результат налицо. Ученики уже знают базовые слова и разговорные фразы. Это и предполагает учебник. По окончании изучения первой книги первоклашки должны знать 160 слов и 30 разговорных фраз. Дети учатся играем, говорит учительница татарского языка Гульнара Гелезиддинова. Поэтому каждый урок рядом с ребятами – их игрушки. Идея в том, чтобы убрать барьер между ребенком и учителем. По словам Гульнары Нафисовны, часто ребенок просто боится своего учителя, а мягкая игрушка разрушит барьер. Знания у ребят закрепляются благодаря интересной методике преподавания, построенной не на заучивание, а на побуждение интереса к языку и желание его изучать. Учебник в Салям оформлен красочно, с яркими иллюстрациями и красивыми картинками. Интересна и основная тема. На протяжении всей книги ребят сопровождают главные герои – Алсу, Азад, Артур и Маша. Вместе с ними ученики попадают в различные ситуации и изучают новые слова на татарском. Есть там и озорной персонаж – кот Мараужана. Учебно-методический комплекс сопровождается специальным сайтом, на котором есть аудиозаписи, игры и песни. Дети максимально активны во время урока. Они не просто слушают, а всегда сами отвечают, говорит учитель татарского языка. Этой системе обучают русскую группу первоклашек. В школе номер 20 – это пробный проект. Учителя, которые в нем задействованы, прошли специальное обучение. Также в школе есть еще одна группа первоклашек, которая обучается по системе Валерия Мещеряковой. Зарина Нурулина, Полина Сураева, Альберт Батюня, Альметьюск ТВ. На трассе Альметьюск-Лениногорск до конца октября в связи с ремонтом закрывается участок дороги. Для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги общего пользования регионального значения. Лениногорск-Карабаш, Альметьюск-Чупаева и федеральная автомобильная трасса Казань-Оренбург. Водителям предлагают заранее планировать свой маршрут на данном участке дороги. Арт-гостиная вновь собрала любителей музыки и изобразительного искусства. 66-я встреча в рамках проекта была посвящена Дне Учителя. Вечер собрал как никогда много гостей. Это преподаватели музыкальных и общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений. Вместе с педагогами-музыкантами пришли их воспитанники, ученики детской музыкальной школы и студенты музыкального колледжа. Изучали произведения Баха, Творжика и произведения, конечно, современные, потому что у нас и джаз свой изучал, и, в общем, лирические произведения. Напомним, что встречи в рамках арт-гостиной проходят каждый первый четверг месяца в Альметьевской картинной галерее. Еще одна информация. Центральная библиотека приглашает учащихся школ, средних специальных учебных заведений и вузов на конкурс юных поэтов, посвященные памяти поэтессы Сажиды Сулеймановой. Каждое учебное заведение может направить от трех до пяти участников. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и представить стихотворение собственного сочинения в методический отдел Центральной библиотеки до 19 октября по адресу улицы Сулеймановой, 20. Тема стихотворений «Год экологии», «Родной край» и «Свободная тема». Конкурс состоится 20 октября в 13 часов в Центральной библиотеке имени Сажиды Сулеймановой. Телефон для справок вы видите на своих экранах. В республике стартует конкурс «Туристический сувенир». Придумать нечто особенное, что станет одним из приятных подарков на память о районе или республике может каждый. Конкурс проводится по семи номинациям – «Этнографический сувенир», «Сувенир музей» и другим. Альмитиск активно включился в участие. Среди жителей Нефтеграда уже есть те, кто создал свой сувенир и готов заявить его на конкурс. Подробности далее. Изготовление этого сувенира уже движется к завершению. Для создания одной из ключевых деталей делают последние замеры. Постепенно на дереве появляются очертания, а далее и буквы – «Спасский район». Будущий туристический сувенир будет представлять 3D-карту Татарстана, на которой обозначены все его районы. Сейчас ребятам осталось собрать пазлы и закрепить их на поверхности, чтобы получилась вся республика. Свое творение воспитанники детского технопарка «Кванториум» представят в номинации «100 лет образования Татарской АССР». Мы работаем здесь по дереву, работаем на лазере. Ордаметр у нас вокруг, сама картина мы выбрали тюркский, тоже с татарским колоритом получается, там у нас присутствуют тюльпаны, все это будет такой золотой каемочки, это очень тоже так интересно. Фанеру мы используем специально настоящую, живую фанеру, так называемую, которая с сучками. Обрабатывать живую фанеру сложнее, нежели подготовленную, но зато картина из настоящего дерева будет смотреться интереснее и богаче. На создание такого сувенира у ребят ушло около полутора дней. Кроме того, на конкурс «Кванториум» представят куколы ручной работы, 3D-магниты с изображением достопримечательности Альмитиска, а также еще одну картину, но ее содержание пока держится в секрете. Тоже делаем картину, картина у нас получается живая, в плане того, что мы многие обрамления делаем из настоящего мыха. Оформление картины именно мхом, у нас есть кое-какой сюрприз, мы тоже, думаю, получим довольно-таки хороший балл, это очень оригинально, очень здорово, очень красиво будет смотреться. Темой экологии придерживались и воспитанники подросткового клуба «Мечта». Из бумаги, глянцевых журналов и чековых лент они сделали вазы, подставки для канцелярских принадлежностей и шкатулки. Начиная вот с донышка плетения и до верха полностью, ну, 7 часов кропотливого труда для начинающих. Расписные тарелки и фигурки из киропласта. Темами для творчества клуба «Спартак» стали татарская культура и колорит. Над сувенирами работали все вместе. Кто-то лепил, кто-то красил, а кто-то покрывал лаком. На изготовление одной фигурки у ребят уходило 3-4 дня. Одна фигурка лепится, ну, день, некоторые детальки, которые делаются на другой день. В течение полтора сутка застывает, потом уже мы расписываем. Расписываем акриловыми красками и в конце уже покрываем лаком. Отразили нашу культуру. Самый главный праздник, самый красивый – это субанты. В номинации «Сувенир-игрушка» подростковый клуб «Юность» представил куколу ручной работы. Для их создания использовались лоскуты, ткани, бисер, капрон, синтепон, кружево и разноцветные нитки. Здесь и снегурочка, и девушки в национальных костюмах, и дамы в бальных платьях. Каждая кукола по-своему уникальна. Девицы-красавицы – так юные мастерицы окрестили свои творения. На одну куклу обычно уходит 2 дня, скажем так. Вначале они у нас придумывают, какую они куклу увидят, а потом уже они подбирают ткани, образ для этой, и потом только начинается сам братство, сделают вытройку, и потом уже начинают все это создавать. Стать участником конкурса «Туристический сувенир» может любой желающий. Конкурс проходит в три этапа. Подать заявку на участие необходимо до 30 октября. Более подробную информацию можно узнать на сайте Центра развития народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан. Полина Сураева, Зарина Нурулина, Эдуард Прокопьев, Альмитиск ТВ. К новостям спорта. Победой завершилась для «Нефтяника» очередная игра в регулярном чемпионате в высшей хоккейной лиге. Соперником «Альмитивцев» стал аутсайдер чемпионата «Спутник» из Нижнего Тагила. Подопечные Ильнура Гизатулина забросили в ворота гостей три безответные шайбы, по одной в каждом периоде. В составе «Нефтяника» отличились Даниэль Насыбуллин и Александр Сорокин, сделавший дубль. После победы «Нефтяник» занял вторую строчку. Отрыв от лидера чемпионата питерского «Динамо» составляет два очка. Заявки на фотоконкурс «Здравствуй, школа!» продолжают поступать, и мы решили никому не отказывать. Пусть у каждого будет возможность проявить себя, поэтому мы продлеваем онлайн-голосование до 16 октября. Заходите на наш сайт, выбирайте понравившуюся фотографию и голосуйте. Все подробности на сайте телекомпании и в группе ВКонтакте. Партнер конкурса – Центр молодежного инновационного творчества «Имидж». Проектная деятельность, робототехника, 3D-моделирование, 2D-дизайн, школа телевидения, ментальная арифметика, лего-роботы, мастер-классы для школьников, студентов и взрослых. Подробности в группе ВКонтакте и на сайте. Центр находится на территории 11-й школы. Вход с паркашем «Синур». В конце выпуска о погоде на предстоящие двое суток. Выходные в Альмитевске обещают быть пасмурными и дождливыми. Сильный ветер утихнет только к вечеру воскресенья. В субботу температура воздуха ночью и днем составит 9 градусов. Атмосферное давление 750 мм ртутного столба. В воскресенье столбики термометров покажут отметку 8 градусов. Атмосферное давление будет расти с 753 до 758 мм ртутного столба. На этом у нас все. Эфир продолжит программа поздравлений от всей души. А я с вами прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова